А 8 августа 2008 года карту мира попытался перекроить Михаил Саакашвили, когда Грузия вторглась в столицу Южной Осетии, Схинвал. Саакашвили лично принял решение о нападении на русских миротворцев в Осетии. По его собственным словам, для того, чтобы унизить Россию и лично премьер-министра Путина. План действий у Саакашвили был такой. Грузия наносит молниеносный удар, захватывает Схинвал. Путин, из-за того, что он в эти дни находится с рабочим визитом в Китай, не может быстро среагировать на грузинскую агрессию. А президент Медведев, в свою очередь, не посмеет самостоятельно, без Путина, вовремя принять решение об ответных военных действиях России. И все закончится блестящей победой Грузии. И вот тогда в Вашингтоне ему скажут, «Мы говорили тебе, что нельзя нападать на Россию. Ты проигнорировал наш совет». Но, как известно, победителей не судят. Так что спасибо тебе, Миша, за службу и дружбу. Но, вопреки ожиданиям Саакашвили, ставший к тому времени премьер-министром Владимир Путин и новый президент России Дмитрий Медведев среагировали быстро и жестко. Август 2008-го был очень опасным моментом новейшей истории. По некоторым сведениям, в Белом доме обсуждалась возможность того, что американские военные силы и силы НАТО выступят на стороне Грузии. В свою очередь, российская сторона ввела в Осетию ракетные пусковые установки. Можно сказать, что это был самый опасный момент российско-американских отношений после кубинского военного кризиса 1962 года. Россия молниеносно отбросила грузинские войска. Это произвело сильное впечатление не только на Грузию, но и на ее покровителей – США. Как и после мюнхенской речи, Путина, а теперь и Медведева, на Западе попытались смешать с грязью. За что? Трудно поверить, но факт – за агрессию против Грузии. И опять не получилось. Не вышло. Давайте будем реалистами. Все уважают силу. Всем нравятся крутые ребята, а слабость презирают. Причем эта формула работает как в отношениях между людьми, так и в отношениях между странами. Когда Россия была слабой, ее презирали. Теперь, когда Россия вновь набирает силу, ее снова начали уважать. Так называемая Российско-Грузинская война, с моей точки зрения, была на самом деле Российско-Американской войной. Итог этой войны – поворотный момент в отношениях между Россией и Америкой. Война с Грузией была рубежом, поворотным моментом и во всей международной политике России. Запад увидел – Россия вновь способна отстаивать свои интересы. Если надо, то и военной силой. Когда-нибудь мы должны будем поставить памятник Михаилу Саакашвили, потому что он оказал огромную услугу России. В мире, особенно на Западе, нарастало раздражение в отношении быстрого усиления позиции России. С Россией не хотели считаться и хотели еще дальше продолжать расширение НАТО на восток. Грузинский эпизод был огромной политической победой России, потому что все увидели, что с Россией теперь больше разговаривать с высоко нельзя. Все лидеры мира и Европы начали говорить о том, что расширение НАТО не актуально, что это вопрос снят с повестки дня, хотя буквально месяц до того и канцлер Германии, и американский президент говорили, что дальнейшее расширение НАТО, то есть на Украину, это вопрос не «есть ли», а вопрос «когда». Перезагрузка отношений с главным стратегическим соперником и союзником России и США практически состоялась. И не на словах, а на деле. США и Россия, не афишируя это, пошли на своеобразную сделку, начали с пониманием относиться к интересам друг друга. Мы вам, вы нам. В мае 2010 года была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. Мы хотим изменить свой подход в сторону многополярного мира, фактически говорилось там. Таким образом, мы пытаемся приобрести новых союзников и партнеров. Мы намерены укреплять отношения и расширять диалог с такими ключевыми странами, как Россия. Министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко как-то сказал, что ни одна проблема в мире не может быть решена без Советского Союза. Это вновь становится правдой. Нужна Западу стабильность в Афганистане. Нужна Россия. Хотите мир на Ближнем Востоке? Нужна Россия. Нужно, чтобы Латинская Америка оставалась проамериканской. Россия здесь вам может помочь. Кроме этого, в России сосредоточена большая часть запасов мировых энергоресурсов. В то время как во всем остальном мире энергоресурсов становится все меньше и меньше, а нужны они все больше и больше. У России и самые большие в мире запасы пресной воды. А очень многие считают, что именно вода будет, так сказать, нефтью завтрашнего дня. Вот почему, да и по многим другим причинам, Россия сейчас очень нужна Западу как партнер и друг. А если уж быть абсолютно честными, то сегодня Западу Россия нужна даже больше, чем Запад России. А теперь сухой остаток. За последние 12 лет из деградирующей, на грани развала страны, которые относились с плохо скрытым пренебрежением, Россия вновь превратилась в важнейшего политического игрока на мировой арене. Наряду с США, Китаем и Западной Европой. Произошло это благодаря жесткой, прагматичной, четкой и хорошо продуманной дипломатии. И хотя за последние 12 лет границы России практически не изменились, Россия стала занимать гораздо больше места на политической карте мира. И это важно, очень важно. Об этом надо помнить, и это надо сберечь. Субтитры создавал DimaTorzok